ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Терпи, Брюс, терпи. Терпи. Сейчас все сделаем. У меня лучшие врачи работают. Сейчас. У тебя что, свои больницы? Сеть больниц. Алло. Лариса, я везу человека с пулевым ранением в плечо, чтобы через 15 минут операционная была готова. Без полиции и без оформления. Лариса, послушай меня. Это мои проблемы. Просто сделай так, как я прошу. Ой, ***, Вролов, что же тебе нужно было? Что же тебе нужно было? Денег заходи. Да не нужны ему деньги. Не всегда все упирается в деньги. А что тогда? Надеюсь, скоро узнаю. Без анестезии. Как это? У нас у человека больно будет. Я понимаю, что будет неприятно. Но я не могу, это будет неудобно. Мне самому пули извлекать? Давайте! Ларисочка, все нормально, не переживайте. Я все вытерплю. Просто голова свежая нужна. Ладно. Лариса, мне нужно, чтобы вы не дергались, если это возможно. Я постараюсь. Секундочку. Неделин, анекдот расскажи. Что? Анекдот расскажи любой. Анекдот неделин! Да, анекдот. Сейчас, сейчас. Приходит муж домой, поздно ночью. Жена его спрашивает, ты где был? Я с собакой ходил гулять ночью. Она говорит, у нас нет собаки. Он ей отвечает, а я с ней на улице познакомился. Юля, перевязывай. Все. Все. Ну, все. Все. Блин, неделя. Ты что, анекдотов не знаешь? Где Юра? Ты же сказал, что его нашли. Марин, послушай. С ним все хорошо. Он жив, здоров, все нормально. Тогда где он? Его похитил другой человек. Что? Ты надо мной издеваешься? Что значит, его похитил другой человек? Слушай, мы пока не знаем, зачем он это сделал, но мы все это непременно выяснили. Я уже слышала все это. Но мой сын как был неизвестно где, так и остался неизвестно где. Сейчас вся полиция гордо занимается этим вопросом. Это почему ты здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А какого х**ни не сказали, а? Давай. Последний раз Фролов был замечен в этом квадрате. Мы собираемся закрыть выезды из города, проверим все контакты Фролова. А кто мне может объяснить, почему особый отдел занимается поиском пропавших детей? Продолжайте. Мы собираемся закрыть выезды из города. Трошь генерал, мне кажется, вы не услышали мой вопрос. Услышали, подполковник. Только, во-первых, ты не будешь вот так вот врываться в мой кабинет. Запомнил? И во-вторых, когда стало известно, что в похищении замешан Зяма, почему ты не поделился этой информацией? А что я должен был сказать? Что подозреваю в похищении человека, которого лично видел в гробу? Ты веришь в воскрешение? Барин выторговал у нас трое суток, и в то же время его люди похищают детей. Я не думаю, что это простое совпадение. Что похитители требовали у родителей? Деньги. Деньги? Да, деньги, я так понимаю, Атос вместе с Зямой собираются подзаработать и исчезнуть Зямой. Или деньги нужны были Атосу и Зяме, чтобы подготовить операцию и освободить Барина? Так, ну в любом случае, мы не можем позволить уйти ни Барину, ни Атосу, ни Зяме. Поэтому поисками Фролова занимается особое дело. А что остается полиции? А полиции остается поднять записи всех камер наблюдения в городе и искать на них Зяму. Он должен был встречаться с сообщниками Барина. Поднимайте записи, подполковник. Продолжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дети, теперь не у вас. План от вас очевидно подвалился. Ну, спокойно, спокойно. Вытащим нашего барина, не переживайте. Я не могу не переживать. Мы в жопе. *** А куда это вы собрались уходить? Теперь каждый сам за себя. Прости, я не смогу тебе помочь. И не прощу. И будет больно, Виктор. Или, может, вы забыли, какую долю вам отваливает барин? За ваши услуги в прокуратуре. Успокойтесь и не бесите меня. Знаете, сколько вы прекрасных, красивых девочек? Отдыхайте. А разведен, родители умерли. Ты не говорил, что он служил в разведке? Ну, как ты понимаешь, там вся информация о его деятельности засекречена. Единственное, что известно, он был на хорошем счету, регулярно получал награду, повышение. Полтора года назад неожиданно разорвал контракт и практически сразу устроился в твою службу безопасности. У тебя не вызвало это вопросов? Нет, не вызвало. Не я же его нанимал. Он нанимал Захаров, который был тогда главой службы. И Фролов себя очень хорошо показал. Нужно поговорить с этим Захаровым. Ну, это невозможно, он умер от инфраструктуры. Фролов действительно был хорош на этом месте. Я не думаю, что Захаров его покрывал. Ты на Фролова не думал? Не думал. Зачем мы дети? Я не понимаю, зачем дети? Ты звонил своему человеку из полиции? Звонил. Что он сказал? Дима сказал, что Фролов просто исчез. Увертый. Увертый. Кто живет? Единное, что был вуз. Увертый. Эк Dad również поэтому тебе это нужно. Экbr ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дядя Олег, что тебе надо? Позвони отцу, ты же знаешь, он заплатит любые деньги. Деньги мне не нужны, Кирюш. Мне все решают деньги, запомни это. Мне правда жаль, что все так вышло. Но другого выхода у меня нет. Поэтому придется вам пока здесь посидеть. И не пытайтесь сбежать. Я не хочу делать вам больно, но если понадобится, сделаю. Попытайтесь поесть. Извините, можете, пожалуйста, свет включить? Я так понимаю, это не вполне законно, да? Ну, конечно, не в деле. Нужен ордер. Полиция пока его выдаст, пройдет время. А времени нет. Ну, что там, давай. Того же утра сейчас люди пойдут. Не суетись. Аскет. Как в казарме живет. Не был ты в казарме, Неделин. Хорошо, как в дорогой казарме. Ничего лишнего. Ну, понятно. У Фролова есть дети. В его личном делении слова о детях. Он тебе что-нибудь рассказал? Он вообще мало говорил. Это что, дочь Фролова? Да, Аня Анисимов. В пациентка нашей клиники поступила. Три года назад, в канун Нового года, умерла мы. Не смогли ей помочь. Девочка нам привезла ее мать. Диагноз тирозенемия. Это фактически приговор. Какое лечение вы проводили? Наша компания тестировала экспериментальный препарат с этой болезнью. Мы включили Аню в программу, но... Она все равно умерла. Да. Я рад, что вы побывали у меня дома. Значит, вы все понимаете, мне не придется терять времена. Ты что, следишь за нами, Фролов? Ты где? Знал бы ты недели. Сколько я ждал этого момента. Три года ждал. Не мог не посмотреть на твое лицо в этот момент. Чего ты хочешь? Ты знаешь, чего я хочу. Ты убил мою дочь. Продолжаешь убивать всех тех, кто доверяет тебе последней надежды. Ну, ничего, ничего. Ничего. Ты расскажешь людям правду. Сегодня. В прямом эфире вечерних новостей. Какую правду? Правду о том, сколько людей убил твой так называемый экспериментальный препарат. Короче, у тебя есть 20 часов. Либо я увижу сегодня твою исповедь, либо Кирилл умрет. Ну, хорошо. Допустим, я это сделаю. Нет, не допустим. Ты это сделаешь. А после исповеди ты пустишь себе пулю в лоб. В прямом эфире. И только после этого я отмечу детей. ЛАЙ СОБАК ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мужика в кепке видел. Не отвлекайтесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ревус! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ревус! 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 Рейх! Тихо! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Брюш, второй этаж! О, ты, Неделян... Неделян! Неделян! Тихо, я живой. Брюк! С твоим сыном все будет нормально. Неделин знает, что делать. Неделин. Неделин. Ты как? Да. Идти сможешь? Последние три года моя компания Медхимтраст всю свою прибыль, ну, почти 90 процентов, тратит на разработку препаратов против кирозинемии. А тогда, три года назад, казалось, что все лекарство найдено, все опыты давали только положительный результат. Правда, на животных опыт. Ну, этого было мало, чтобы получить лицензию, да? Ну, естественно, до этого ушли бы еще года, а времени и не было. Но мы решили набрать экспериментальную группу только из-за добровольцев. Сколько людей набрали? Пятерых набрали, все погибли. Да, все правильно. Ты меня проверяешь, что ли? Не доверяю людям, особенно богатым. В группе была моя жена. Это лекарство, это не бизнес. Я хотел спасти жену. В первую группу попали только те, у кого без приема этого препарата вообще не было шансов ни единого. Я что-то делал, чтобы победить эту территорию Занемееву, и результат был. Ваня и Анисимовой боли исчезли. Мы уже думали, что она на пути выздоровления, а мы на верном пути, и все хорошо. Но в один день сгорела Лина, а вслед за ней дочь Фролова. Ты сказал, первая группа. То есть была и вторая? Не была. Будет. После смерти Лины я поклялся, что найду это лекарство. Сейчас, мне кажется, мы это лекарство нашли. Все опыты дают только положительный результат, и нет никакой побочки. Ну, вот вам и ответ, почему Фролов украл Кирилла именно сейчас. Он хочет тебя остановить. Товарищ Глеб, нашел что-то по ЗАМе? Пока нет работы. Вопрос времени. Я подумал, раз вы занимаетесь поисками Фролова, может, покажете мне его дело из-за разведки? У вас наверняка есть к нему доступ. Доступ есть, но там нет ничего, что могло помочь ему найти. Ну, и все-таки я бы взглянул, раз мы объединили силы. А мы объединили? Ну, вы же ждете от меня результатов по ЗАМе. И я непременно поделюсь с вами информацией, если покажете мне дело Фролова. Ну, и жук ты, Дима. Это просто взаимопомощь. Вот, держи. Если что и найдешь, я только рад. Спасибо, товарищ генерал. Хорошего дня. Не, это та жопа. Да что тут делать? Слушай, мне тоже это не нравится. Вот бы что-то тоненькое, типа проволоки. Я бы попытался открыть. Я такой видос в тиктоке видел. Ты что делаешь? У меня в поясе есть более-менее тонкая штука. Давай сюда. Бросай. Лови. Есть. Давай, пытайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я Оля. Я Дима. Обувь снимать? Да, вот, пожалуйста, тапки. И за мной. Иди. Здорово. Привет. Ну что, есть что-то? Да, перенес тебе дело Фролова из разведки. Последние пять лет до ухода в основном принимал участие в операциях за границей. Но посмотри, чем он занимался до этого. Какие-то именно даты. Короче, объясни. Он был лучшим по выбиванию информации. Работал с иностранными агентами, с нашими, кого подозревали в двойной игре. Девять человек из этого списка нашли мертвыми со следами пыток на теле. А чтобы пытаться, извините, нужно иметь тихое и надежное место. И все, кого он пытал, уже мертвой? И что это нам дает? Не все. Посмотри на последнее имя в списке. Матас Петраускас. Единственное имя, после которого не стоит дата. Сейчас его зовут Андрей Парнюк. Преподаватель в университете. Это его номер. Спасибо, Дим. Ну, дальше ты сам. Формально я и эти документы видеть не мог. Да перестань. Ты и так уже почти все законы нарушил. Я это делаю для Юры и Марины. Возьми еще вот это. На одиннадцатой волне переговоры наших патрульных. Думаю, тебе пригодится. Спасибо, брат. Давай. Я проведу. Ну что там? Подожди ты, Юра. Получается? Заел. Блин, может она слишком толстая. Есть. Красавчик. Тихо. Сядь. Сейчас тебя выпущу. Блин. Не трать на это время. Беги отсюда. На твои наручники полчаса ушло. На мои тоже может уйти. Еще неизвестно, когда этот придет. Беги отсюда. А, сейчас. Может позавчера я бы тебя и оставил бы. Погоди, Юра. Еще чуть-чуть осталось. Не рыпайся. Он идет. Тише ты. Сядь. Блин, он уже идет. Что-то шумно у вас. Чего молчать? Так обычно молчат, когда нашкодничали. С вами посижу. Ждать осталось недолго, ребята. Скоро все закончится. О, извините. О, извините. Можете помочь мне? Я не знаю, как пойти на студенческая 15th street. Студенческая 15th? Да, 15th. О, извините. Вы идете прямо, straight. На лестнице, на лево. Извините. Пожалуйста. 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 Я не верю. Это чудо. Знаешь? Где ты? Я из Азии. В какой стране? Из Филиппинской. Филиппинской? Да. Из Филиппинской. Привет, Петраускас. Что вы ошиблись, я Андрей приду. Да, да, да. Будешь что в другом месте рассказать? Матас Петрауск. 45 лет. Разведен. Адрес проживания строен на переулах 17. В прошлом иностранный агент. Мне продолжать? Что вам надо? Помнишь его? Я вижу, ты узнал, Фролова? Да. Ну, я делаю все, как мы договаривались. Я никому ничего не рассказываю. Да, да, да. Ты молодец. Мне просто нужно место, в котором Фролов, так сказать, договаривался с тобой о даннейшем сотрудничестве. Ты не понимаешь, это очень страшный человек. Может, мне сдать тебя твоей родине, а? Домой наконец-то пойдешь. Как тебе такой вариант? Не надо. Это было в заброшенной больнице. Где-то в центре города. Стены в белой плитке и окна заклеены пленкой. Он свешивал у меня трижды. Все, все, свешивается. Все, понятно. Давай. Травускас. Давай, давай, давай. Любопытный у тебя друг. Решил нас послушать. Блин, Дима. Вечно он все пытается контролировать. Ну? Фролов потолол в какое-то заброшенное больничке в центре города. Надо ехать. Возьми мою бабу. Спасибо. Может, я поеду с тобой? Нет, конечно. Почему, конечно? Я не буду лезть больничку. Я буду просто рядом, если что. Оль, это опасно. Идь домой, пожалуйста. Будет на связи. Хорошо. Сэр есть, сэр. Ира. Ты уверена, что? Не надо посоветоваться с продюсерами по поводу съемки. Перестань, пожалуйста, это повторять. Редактор сама сказала, материал бомбический. Продюсера будут в восторге, не бойся. Вас обо всем предупредили? Да, все, теперь мы готовы. Полчаса до прямого эфира. Саша, Саша. Уверя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей. Скоро, Кирюха, ты с вами увидишь, какая тварь моя отец. Я не могу,avaitсо. Я не могу. Но, я хочу. Скоро, я не могу. Вдох! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оставь меня здесь А теперь перейдем к главному репортажу сегодняшнего выпуска Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте Меня зовут Виктор Неделин И я являюсь главой крупнейшей францистической Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стой Стой, я буду стрелять Начиная с декабря 2018 года моя компания По моему личному указанию Проводил эксперименты на людях Субтитры делал DimaTorzok Ты как, Валой? Это не твоя война, Брюс Она стала моей, когда ты забрал моего сына Я перестраховался Дай Неделину выполнить обещание И все останутся живы Кроме Неделина, конечно Посмотри на меня, Кирюх Давай спускайся по лестнице Зови на помощь, ты мне понял? Ты понял меня? Да Давай, давай, давай Мы вкалывали больным людям препарат, который не прошел все стадии исследования И не был одобрен Министерством здравоохранения Эти эксперименты привели к смерти пяти человек Зову! Ивана Калюжного Мы не закончили Не дергайся Осталось недолго Григорий Онищенко Зачем тебе смерть Неделина? Это же солдат Ты сам прекрасно знаешь, что преступники заслуживают смерти Кто-то ведь должен наказывать таких тварей, как Неделин 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 ни в чем не виноват Он пытался помочь этим людям Правда? Правда Ну тогда я хочу помочь Неделин Давай ты так называй Твоя дочь умирала от болезни От смертельной болезни, Фролов Без препарата Неделина Она не дотянула Даже до разговора с тобой И они одни символы Он подарил ей два месяца жизни Два месяца, Фролов Он тебе подарил Вам подарил Я выражаю свои Самые глубокие Сболезнования Ну что ж Надо бы не забыть сказать ему спасибо Ну а теперь можно спокойно уходить ВЫСТРЕЛ 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 Юрка Вес Юра 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 Я смотри На меня смотри Все хорошо Все хорошо Все закончилось Все закончилось ВЫСТРЕЛ 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 Ну Грим Хорош Мне даже на секунду показалось Что я действительно Совершил самоубийство Ну что Как ты? Нормально Точно Ты знаешь что ты мой сын? Угу Ты мой сын Красавчик Слушай И я тогда уравнение твое решил Это сделала девушка официантка Я так и знал Просто очень хотел с тобой на картах покататься Понимаешь? Ну Тогда теперь точно нужно найти эту девушку и сказать ей спасибо Ведь если бы не она, мы бы так и не покатались Это точно Опа Кирюха Йора Йора Господи Йора Как ты сынок? С тобой все хорошо? Живой? Да-да Ялась Ялась Ну Ну как Ну как тыalt А conquer Страшен Страшен Три Убился У У У У У Пойдем Ну, что? Да, Брюс Уиллис. Так, Оля, я не люблю, когда меня так называют. Все, все, больше не буду задевать твою самодостаточность. В общем, я сейчас заехал к Диме, хочу переговорить с ним, а потом сразу к тебе. Давай, я как раз ужин готовлю. Отлично. Ну, правда, есть определенные риски, потому что готовлю я редко, но ты вроде не боишься рисковать. Я думаю, вряд ли твой ужин будет опаснее, чем последних три дня. Ты меня плохо знаешь. Все, давай, лети. Не люблю долго говорить по телефону. Тихо. 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 И, кстати, с тебя сняты все обвинения, так что муж пользовался своей машиной. Слушай, Дим, я никак не могу понять, ты же вёл дело этого барина. Ты хоть можешь мне объяснить? Что, спрашивай. Почему, чтобы освободить своего босса, этот Зяма, похитил именно моего сына? Вообще, откуда он мог знать, что я служил в спецназе? Ну, Брюс, ты сам ответил на свой вопрос. Да, я вёл дело барина. Барин об этом узнал и стал под меня копать. Сейчас в криминалите, ты знаешь, работа на опережение поставлена лучше, чем у нас. Вот, например, никак не можем одного корота найти. А то, смотришь, слышу. Получается, они вышли на меня через тебя. Получается, что да. Барин, скорее всего, получил доступ к моему делу. Узнал, что я служил в спецназе. Узнал, кто у нас был командиром и решил, что может сработать. Ладно. Кстати, я рад, что у тебя появилась женщина. Дим, как скажешь. Просто знай, что я рад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля! 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 Уоля. Уоля. Что случилось? Здесь был Сяба. Он тебя тронул? Что это? Что это, Уоля? Это бомба. Что ему нужно? Он хочет, чтобы ты освободил барина и привез его на заброшенный фанерный завод. Адрес на столе. У тебя 12 часов, если не успеешь. Когда он был? Когда он здесь был? Только что. Ты напугал его звонком дверь. Ну, б***ь, что ж ты молчишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Играет музыка. Класс. Даже с пистолетом. А если бы попал? Ты что говоришь? Моя бабушка лучше стреляет. КРИКИ 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 Почему не звонишь? Да все нормально, Атос. С Брюсом нашим поругались немного, а так, а так все отлично. То есть поругались? Да не сытый я его не обидал. Жив-здоров, к заданию готов. Ошейничек на телку, кстати, сел, как по размеру, как по мне, даже украсил. Хорошо. Теперь он все сделает. Умничка. Ладно, Атос, давай, неудобно сейчас говорить. 10 часов 32 минуты осталось жить. Знаешь, когда-то в школе нас попросили написать, что бы вы сделали, если бы точно знали, что бы осталось жить один день. Угадай, что я написала. Ты меня слышишь? Что ты написала? Не поверишь. Я написала, что обязательно поехала бы куда-то, где никогда не была. Попробовала бы что-то, чего никогда не делала, представляешь? А что в итоге, в итоге мне осталось жить 10 часов 31 минута. А я даже из квартиры не могу выйти, потому что эта хрень взорвется. Все, еще успеешь. Любую проблему можно решить. Всегда есть варианты. У тебя есть варианты? Просто подумать. Есть у тебя варианты? Так предлагай, чего ты молчишь? Не понял? Ты не понял, Брюсовский? Это нельзя решить. Это бомба у меня на шее. Бомба. Это не колье. А чтобы ее снять, нужно вытащить какого-то оружейного барона из какой-то жопы. Я понимаю, звучит это сложно. Что, прости? Сложно, так ты это называешь. Где у тебя сахар? А вот же он. Какой сахар? Ты... Батю, стоп. Так, подожди. Ты вообще меня слышишь? Ты меня слышишь? Оля, сейчас твоя истерика никак не помогает придумать быстрое... А я имею полное право истерить, понял? Полное! Хочешь истерить? Да. Хочешь истерить? Да, хочу. Ну так давай. Вот и буду! Ну давай, выпускай карту! Вот и буду! Давай! Да! Я не думаю, что у нас сейчас на это есть время. Если я сегодня умру, я хочу успеть хотя бы заняться сексом, понял? Да ты не умрешь. Закрежу это. Закрежу это. Закрежу это. У тебя осталось 11 часов 22 минуты. Ну тогда позови начальство, разговор есть и скажи, что это очень важно. Мы с Фроловым проверили все остовы на окраине. Не может быть, чтобы мы пропустили наш объект. Дима сказал, что слышал звук. Машка. 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 Здорово. А ты чего пришел? Так, я к тебе в гости. А то наши отцы на охоту собрались. И без нас, прикинь. Ты бы хоть гостя чаем угостил? Чего в коридоре стоите? Дима. Кирилл. Ну, пойдем, я тебе сейчас взял. Привет. Что происходит? Ты какой чай не будешь? А мы с Неделиной на охоту едем. Ты сейчас кому вешаешь? Черт. Слушай, давай я потом расскажу. Давай там на охоте поаккуратнее. Хорошо? Само собой. Присмотри за мной. О чем речь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек надежный? Как мои часы в Швейцарии купил. Кто бы сомневался. Кстати, очень удачно оделся. Очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Минут на пять расширяет сосуды и начинает все плыть перед глазами. Полезная вещь. Барина возьмешь, может, пригодится, ну, чтобы успокоить его. У меня свои успокоительные. КОНЕЦ КОНЕЦ Оля, отключай. Сделаю. Сань, свет пропал. Включи рубиль. Свет. СТУК Туда все работает. СТУК 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 Добрался до Капель. Могу ездить. Принято, неделя. Ну, давай, твое время пришло. Режь Капель. СТУК 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 Дело сделано. Теперь внизу. Что, ты включил? Включил же шутку. Так нету. Ну, как нету? СТУК 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 Ну, все, неделю, жду тебя здесь. И погнали. ЗВОНОМ ПОДОЛА СТУК ИНТРИСККА Эй-эй-эй, мужик! СТУК Мужик, давай останавливайся. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА День добрый. Покиньте, пожалуйста, территорию. А мне сказали, что это СТО, что здесь машины чинит. Нет, здесь находится киностудия. Мы занимаемся только служебными машинами. Прошу, покиньте территорию. Слушайте, у меня что-то с двигателем. Я едва-едва сюда доехал. Может, вы хотя бы глянете, что с мотором? Мы не занимаемся починкой машин. Покинь, блядь, территорию. Я понял. Дверь не темен. Сейчас. Сань, ну что ты там? С Светом что-то решилась? СТРАЕТСЯ СИРЕНА 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я сейчас тебе задам вопрос, а ты на него ответишь. А если не ответишь, мне придется воспользоваться вот этим. Даже не спрашивай, что это такое. Понятные условия? Нет. ВЫСТРЕЛ 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 Где держат барина? ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Да? ВЫСТРЕЛ Ты хоть понимаешь, куда ты вляпался? У тебя будут огромные проблемы. Коля! ВЫСТРЕЛ 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 ВЫСТРЕelier НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чувствуешь? Мурашки по коже, чувствуешь? Нанимение по всему делу, глаза начнут закрываться. Где барин? Убьешь, убьешь, обязательно убьешь. Может, только сначала сам выживи. ВЫСТРЕЛЫ Плохо, плохо. Очень нехорошо. Смотри сюда. Вот здесь у меня другой препарат. Он нейтрализует действие того, которое я тебе вколол только что. Хороший препарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сектор Д. Сектор Д. Камера 220. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВУК В ДВЕРЬ ЗАЕХАЛА Какая за машина? Въехала в гараж. Машина в гараже. Принято. Подхожу к камере, барин. Скоро будем у тебя. Ну, наконец-то. Отойди от решетки. ВЫСТРЕЛ Ну, я прям заждался. А то ж, блядь, решил на моих нырах поиграть. Два. У нас не очень хорошее знакомство получается. Мы уже знакомы. Майор Брюсовский. Командир спецотряда «Амборд». 20 августа 2018 года. Из-за тебя потерял практически весь свой отряд. Я ж заприпоминаю. У меня тогда классная сделка сорвалась на сто лямов. Тогда тоже не очень хорошее знакомство получилось. Неделя. Задержусь на несколько минут. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Неделин, доставай механика. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Топы давай, чего ты ссырешь? СТУК В ДВЕРЬ Стоять! Да здесь его оставь! Что, прямо на дороге, что ли, здесь? Прямо на дороге, здесь, не делим! Иди сюда, садишься рядом с ним. Будет дергаться стрелян. Куда стрелять? В ногу, не делим. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А ещё сегодня дядя медсестра сказала, что я намного лучше выгляжусь. Знаешь, что она мне подарила? Мам! Что? Подушку медвежонка. Теперь у наших с тобой будет братик-близнец. Алло! Класс! Супер! А ты сегодня во сколько приедешь? Мам, алло! Сегодня у меня, Машка, может, не получится? Почему? Мам! Алло, мам! Да, 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 я здесь. Да, я очень постараюсь. Обещаю. Ну, постарайся, пожалуйста. Нужно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рюш, возьми пистолет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Приехали туда, откуда всё начиналось. Кто выбирал место хоть для свидания? Твои друзья. Идти куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сюда, сюда, цыплятки! Тупай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе, спаситель майор Брюс! Ведь страна искренне гордится таким героем! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дальше представь. Звучит гимн. Стоят, мужики, в орденах и медалях. Всё пафосно и... красиво. А внутри? Внутри распирает чувство гордости. Ведь целая страна, блять, любит и уважает+. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай ближе к делу Клоун. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Раздора на неделе! ПЛАШНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты чего творишь, Зяма? П прости, Марин! А то сказал, ты больше не нужен. Ты Зяма. Согласен. Так что будем делать, Зяма? Отдай мне барина и вали. Отключи ошейник, забирай своего барина. Зачем тебе нужна эта тёлка? Я тебе 10 таких найду. Держи его за наружу. Ты увидишь, что она тебя любит? Ты что, обиделся, что ли, Брюс? Ты чего это такое? Я себе шею упростил. Тихо. Давай без пустолетов, я терпеть не могу. Тихо. Я тебе денег дам. У меня есть. Отключи ошейник, сука. А будет не у меня. Вольду отозок. Я тебе много. Много дам. У меня больше. Тихо. 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 Кто отоз, Зяма? Не скажу. Тихо. Поймал. Сюда давай. Говори, кто Атос. Тебе не понравится. Кто Атос? Кто еще из твоего отряда знал маршрут колонны с оружием? Не играй со мной, сука. А кто прострелил себе ногу, лишь бы не отправляться в этот конвой, потому что знал, что будет в этом конвое? А кто устроился в полицию и добился, чтобы мы доверили дело барина, а потом изображал активность? А кто еще мог знать, что ты один можешь отправиться на штурм в секретной части особого отдела, если дать тебе хороший стимул? Короче, ты лучше меня знаешь, кто. самолет? Элементарно. не, ну это какая-то птица, да? Ммм... я понял. Ну что, дело сделано? Не сделано. Не сделано. Это Брюс. Ты сейчас не в той ситуации, чтобы говорить мне, что делать. Ты не забыл? Твой сын в этом доме. И если ты хочешь, чтобы с ним... Да нету его уже в твоем доме, Дима. Все, закончилось. Теперь будем играть по моим правилам. Усек? Ладно. Давай через 20 минут, там скорее. О, ***. Топай давай. Топай давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Никогда б не подумал, что увижу такую картину. Сука. Вот это хорошо! Я б ещё ему добавил. Он весь наш отряд перебил, помнишь, Урис? Ты знал о засаде. Слушай, мы вообще не должны были сопровождать ту колонну с оружием. Это ты решил подстраховаться. Настоял на сопровождении. Их смерть на твоей совести. Ты знал, сука, о засаде. Ошельник отключай. Знаешь, я тут пока стоял, подумал о твоими условиями. Мне кажется, они неравноценны. Давай-ка поступим по-другому. Ты сейчас убьешь барина, а я сниму это на видео. Будет твое такое чистосердечное признание. Потом ты исчезнешь. Тебя, естественно, объявят в розыск. Хочешь, забирай свою Олю, езжайте, спрячьтесь в какой-нибудь африканской деревеньке, живите долго и счастливо. У меня есть сын, никуда не исчез. Да все с твоим сыном будет нормально. Я дам ему лучшее образование, какое ты хочешь. Гарвард, Сорбонну, что угодно. Я в последние годы, знаешь, очень хорошо заработал. Могу наконец-то отдохнуть и наслаждаться жизнью. С любимой женщиной. Слушай, Брюс, ты можешь думать сколько угодно, но... О, пять минут у тебя осталось. А где гарантия, что ты отключишь ошейник, когда я убью этого гандона? Тихо ты. Слово полковника подойдет? Да твое слово ни хера не значит. Блин. Извини, больше ничего не могу тебе предложить. Четыре с половиной. Снимай свое видео. Стоп, стоп, стоп. Да что еще? Время идет. Мне это вообще-то людям показывать, это должно быть убедительно. Подожди. Давай сделаем так. Ты в меня выстрелил, подумал, что я мертв. Пошел убивать барина, а я из последних сил героически. Снял это на телефон. Меня стрелять не надо. Я потом сам в себя выстрелю. Давай. Достань ты, будь мужиком. И снято. Ошейник выключай. Сначала пистолет выброси. Доволен? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Я жива. Ты в порядке? Все в порядке. Ты как? Все хорошо, Зон. Я перезвоню. Ну, Брюс, вот это весь ты. Поговорил бы с ней нормально. В последний раз. Хочешь, набери. Набери, поговори. Я не против. Ты же понимаешь, я не могу оставить тебя живым. Смотри, как хорошо получается. Ты убил барина. Я снял это на видео. Попытался тебя задержать. Но я оказался в сопротивлении. И мне пришлось тебя убить. Извини, Брюс. Извини, Брюс. Извини, Брюс. Извини, Брюс. Извини, Брюс. Извини, Брюс. Что так долго? Как в кино. Просто хотел дослушать ваши предсмертные обвинения. Спасибо за подложку и кетчуп. Очень креативно. Ты живешь потому, что пообещал дать показания. Упы. Брюс, мне нет резона оставлять тебя в живых. Брюс. Брюс, мне нет. Брюс. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Ну что? Барин дал показания. Мы задержали около десятка его сообщников. Некоторых уже на границе. Могу быть свободен? Свободен? Ты совершил нападение на секретную тюрьму. Восемь моих людей в больнице после встречи с тобой. Свободен. Да я могу держать тебя тут хоть 15 лет. Но? А ты так уверен, что будет но? Тогда почему я сижу здесь без наручников? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Подписывай. Контракт на 15 лет службы, майор Брюсовский. Или как там тебя? Брюс, мне нужны такие профессионалы, как ты. У меня есть два условия. Ты посмотри на него. Какие еще условия? В отпуск хочу. Сыном побыть. У тебя есть месяц. Будем считать, что это больничный. Заодно и рана на плече затянется. Что еще? Сделайте так, чтобы с Виктора Недилина сняли все обвинения, которые предъявили ему после интервью. Сделаем. Ручку можно? Ручку можно сказать. Продолжение следует...